Канал Попугай Гейм. Здесь вас ждут прикольные нарезки по блицу, стримы с подписчиками, а также прохождение различных игр. Если вам нравится не только танковый контент, но и другие интересные игры, то это именно тот канал, который будет интересен. Поддержите начинающий канал лайком и подпиской, ссылку я оставлю в описании. Друзья, всем привет! Я очень сильно люблю быструю технику и честно, терпеть не могу медленные танки. В этом видео будет топ-5 танков, скорость которых настолько велика, как и наличие алкоголя в кефире. Игра на этих танках вызывает только сжение в заднем проходе и принесет 99% к возгоранию. Меньше слов, больше дела. На пятом месте расположился немецкий тяжелый танк девятого уровня Маушен. И скажу честно, причестно, несмотря на то, что танк не едет, а ползет, а его максимальная скорость составляет 25 км в час, Это совершенно не напрягает во время боя, по крайней мере, лично меня. Его шикарная броня, особенно при игре против восьмого уровня, отлично справляется с любыми трудностями, даже если на вас выезжает ПТ-САУ. А широкие гусли сжирают во время схватки в лоб большое количество снарядов, особенно если стараться мансить и подставлять гусли под выстрел противника. Если прятать НЛД и периодически правильно отворачивать башню, танк выдержит любой удар, иногда мне кажется, что он переживет даже атомную бомбу. И подводя итог, несмотря на то, что танк занимает почетное пятое место, среди самых медленных танков играть на нем вполне комфортно, а подвижность компенсируется хорошей броней. При этом самое главное, новички на нем явно не напортачат и не упорятся во время боя на 2, 3, 4 танка, тем более скорость этого точно не позволит. Четвертое место забрала британская бутылка седьмого уровня АТ-7. Не буду кривить душой, там вся ветка легко могла бы занять четвертое место. Но ради вас я решил покатать на орудии с 10 снарядами. Вы же любите, когда я страдаю? Прожми лайк за труды. Максимальная скорость у самоходки составляет 20 км в час и это очень прискорбные показатели, чтобы вообще не смотреть в сторону прокачки бабахи. Выезжая в рандом на этой ПТшки, каждый игрок на ЛТТБ или на Дракуле обязан просто заехать вам в корму и накормить свинцовыми пулями. Поверьте, на этих танках вы будете страдать. Лично я, чтобы не умирать так часто в рандоме, просто катал взводом. Ну, вдвоем умирать веселее. Если вы надумаете качать ветку бабахи вторым или третьим топом, лучше посмотрите в сторону FV4005 и то больше пользы будет. И ветка проще и интереснее. Честно, мне вообще тошно становится от АТ-8 или АТ-7. Вот это живот аж скрутило. Самые уродливые, неповоротливые и ужасные ПТ в игре. Это вообще не ветка, ребятки. Это просто отрыжка сатаны. На третьем месте американская, такая же быстрая, как и поддержка твоих союзников на кнопку SOS, самоходка восьмого уровня Т-28. Максимальная скорость составляет тоже жалкие 20 км в час. Почему тогда третье место? Первое, потому что в игре не было более среднего числа, чтобы можно было занять третье место. Второе, поверьте, при игре на Т-28 страдать вы будете намного чаще. Больше быстрой техники на седьмом, восьмом и даже девятом уровне, способной с легкостью закрутить вашу Тарантайку и поздравить с Днем Независимости США, прям вашу корму. Если в топе вы иногда что-то там и где-то танкуете, попадая против техники девятого уровня, любой средний или тяжелый танк просто разбирает вас в лоб. А если учесть, что скорости нет, чтобы уехать или просто не дать обидчику себя закрутить, то кажется, что эта самоходка более чем неиграбельная. Отбитый кусок говнеца, при том на всю голову. Играть на Т-28 так же приятно, как и съезжать вниз по горке, покрытой наждачной бумагой, целиком без одежды. Нет, конечно, если вам нравятся такие развлечения, то welcome to the club, buddy. На втором месте американская ПТ девятого уровня Т-95, или же другим словом черепаха. Максимальная скорость на танке составляет 16 километров в час. Это же насколько нужно быть медлительным и бояться скорости, чтобы просто катать на нейтралке. Хотелось бы похвалить этот танк за броню, в целом так и есть. Танкует черепаха неплохо, но после того, как ей понерфили борта и она на изи стала пробиваться через каток, уязвимых мест стало намного больше. Что играть на черепахе и чувствовать себя защищенным просто невозможно. С такой подвижностью вы не успеете абсолютно никуда. Только приехал к ТТ, все уже слили. Не успел посмотреть в сторону СТ, тебя уже крутят и насилуют. Нет, конечно, в топе играется Т-95 более чем. Хорошая альфа, приятная пушка, дают о себе знать. В остальных же случаях, когда кто-то решит упороться или закрутить ваш танк, это смогут сделать даже тяжелые танки по типу ИС-8 или Чифтейн Т-95, либо даже самоходки, как СУ-101 или Ягдпантера 2. И от этого из боя в бой становится нереально грустно, ведь с такой динамикой можно успеть посмотреть все сезоны Игры Престолов и выпить 15 чашек с чаем, просто дождавшись, пока Т-95 доедет до базы. И первое место забирает всеми любимый премиум танк 6 уровня ТОК-2. Я не шучу, под прошлыми видео все писали, что очень сильно любят этот танк. Не знаю как, но снова сосиска бьет все топы и занимает призовое место. Максимальная скорость на танке составляет 14 км в час, и это еще меньше, чем у черепахи. Я быстрее спущусь с пятого этажа и вынесу мусор, чем вы сможете доехать на ТОК-2 хотя бы до ближайшего здания на карте. Но в оправдание могу сказать, что танк действительно наградили шикарной пушкой, хорошим пробитием и отличным ДПМ. Плюс закрутить этот танк достаточно проблематично. А большой запас прочности позволит пожить немного дольше. Поэтому если судить по гейплею, то в целом машина может за себя постоять. Но если вернуться к ее подвижности, лично мне каждый раз становится очень грустно. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и, конечно же, как противники пишут в чат сосиска. На этом у меня все. Я что-то подустал гонять на таких быстрых танках. Посижу отдохну, а то аж голова загружилась от скорости. Напишите в комментарии, нравится вам быстрая техника или же наоборот. И самое главное, танкисты, играйте только в качественные игры, если вам, конечно, есть чего играть. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok